Библейский портал экзегет.ру представляет Сегодня на библейском портале экзегет мы продолжаем наши беседы по второй книге Царства. И сегодня мы будем читать 15 главу этой книги. Она начинается словами. После сего Авесолом завел у себя колесницы и лошадей и пятьдесят скороходов. И вставал Авесолом рано утром и становился при дороге у ворот. И когда кто-нибудь, имея тяжбу, ушел к царю на суд, то Авесолом подзывал его к себе и спрашивал, «Из какого города ты?» И когда тот отвечал из такого-то колена, «Израилева раб твой», тогда говорил ему Авесолом, «Вот дело твое доброе и справедливое, но у царя некому выслушать тебя». «И говорил Авесолом, ой, если бы мне довелось бы судить тебя, ой, если бы меня поставили судьею в этой земле, ко мне приходил бы всякий, кто имеет спор и тяжбу, и я судил бы его по правде». И когда подходил кто-нибудь поклониться ему, то он простирал руку свою и обнимал его, и целовал его. Так поступал Авесолом со всяким израильтянином, приходившим на суд к царю, и вкрадывался Авесолом в сердце израильтян. Здесь мы видим, что Авесолом проводит предвыборную кампанию. Он перехватывает людей, которые идут на царский суд, и говорит им, что он рассудил бы их дело иначе бы. Когда они ему кланяются, он спешит к ним навстречу, обнимает их, приветствует, долго жмет руку, заглядывает в глаза. И, как правило, когда предвыборная кампания в той или иной стране, кандидаты на руководящие посты ведут себя именно таким образом. Но, как правило, как только они дорываются до власти, они обо всем об этом забывают. Напротив, они становятся неприступными, до них не докричаться, не дошуметься, не достучаться, не дописаться. Отправляем письма, не получишь ответы. Пытаешься пробиться к ним на приемне, так это и легко, как может казаться. И, как правило, чем больше предвыборных обещаний, тем хуже потом, после предвыборной кампании, становится жизнь. И так, раз от раза баллотируется ли один и тот же правитель, или один сменяет другого, как правило, жизнь лучше не становится. И мы прочитали с вами, так поступал Абисалом со всяким израильтянином, приходившим на суд к царю, и вкрадывался Абисалом в сердце израильтян. Может быть, Абисалом искренне верил в то, что у него получится значительно лучше, чем у отца, который был уже в преклонном возрасте. Абисалом, как некий змей, вкрадывался в сердца израильского народа. Давайте посмотрим, что об этом пишут церковные комментаторы. Также, прежде всего, объяснение Амбросия Медиаланского. Это его трактат об обязанностях священнослужителей. Амбросий пишет. Совершенно точно, что ничто притворное или вымышленное не может иметь вид истинной добродетели. Даже долго длиться не может. Сначала оно расцветает, затем, когда время проходит, оно словно цветок увядает и засыхает. Истинное и искреннее имеют, напротив, глубокий корень. Абисалом был сыном царя Давида, был известен своей красотою, неотразимой внешностью, в лучшей паре молодости. Так что нельзя было найти в Израиле подобного ему, и от подошвы ног до верха головы его не было у него недостатка. Но, собственно говоря, когда идут какие-то предвыборные дебаты, есть такое понятие, как предвыборная технология. Перед нами рисуют кандидата на ту или иную должность, который очень далеко отстоит от самого человека, которого продвигают. А тот образ, который создают перед нашим сознанием, он абсолютно идеален, как идеальным казался Абисалом. От подошвы ног до верха головы его не было у него, как всем казалось, как все были уверены, недостатка. Он вставал рано утром и становился у ворот при дороге. И когда кто-то шел к царю на суд, пишет Абросий Медиаланский, имея тяжбу, Абисалом говорил, вот дело твое доброе и справедливое, но у царя некому выслушать тебя. О, если бы меня поставили судьею в этой земле, ко мне приходил бы всякий, кто имеет спор и тяжбу, и я судил бы его по правде. И такими речами он льстил им, и когда подходил кто-нибудь поклониться ему, то он простирал руку свою и обнимал его, и целовал его. Так он склонял сердца их к себе, ибо лесть такого рода быстро находит путь в самые глубины сердца. То есть льстец, он как змей, вкрадывается в сердце. А что пишет святитель Иоанн Златоуст об этой ситуации? Он пишет, это его гомилий на послание к эфесянам, «Ничто столь не требуется для успешного ведения дел, как благоразумие. Ничто столь не препятствует благоразумию, как злоба, порочность и коварство. Разве вы не видите, каковы бывают тела, в которых различается желчь, как они бывают невзрачны, потеряв естественный свой цвет, как они бывают слабы, немощны и ни к чему не способны. Таковы и такие души. Злоба – это не что иное, как желчная болезнь души. Поэтому злоба не сильна, отнюдь нет. Отнюдь нет. Хотите, я опять разъясню вам свои слова примером, представив вам образец человека злокозненного и простого. А весолом был злокознен и всех привлек на свою сторону. Смотри же, каково было его злодейство. Он ходил вокруг, сказано в Писании, и говорил каждому, «Нет для тебя суда при Давиде, желая привлечь этим людей на свою сторону». А Давид был прост. Что же? Смотри на успех того и другого. Смотри, какого безумия преисполнился Абисалом, поскольку он смотрел только на то, как бы навредить своему отцу. То есть и был слеп относительно всего другого. В этом смысле Абисалом, который пытается вкрасться в сердца израильтян, в сердца народа Божия, это древнейший прообраз Антихриста. Антихрист не просто сумеет проникнуть в сердца многих верующих. Треть христианского мира, как учит преподобный Ефрем Сирин, поклонится Антихристу, признав в нем истинного Христа. Потому что он будет листец. С другой стороны, критиковать уже действующую власть всегда легко. Всегда найдешь к чему придраться. Но когда все эти протестные крикуны сами приходят к власти, все рушатся. Способные разрушать, едва ли способны что-либо созидать. И мы читаем далее. По прошествии сорока лет царствования Давида, Абисолом сказал царю, пойду я и исполню обет мой, который я дал Господу в Хевроне, ибо я, раб твой, живя в Гессури, в Сирии, дал обет, если Господь возвратит меня в Иерусалим, то я принесу жертву Господу. И сказал ему царь, иди с миром, и встал он, и пошел в Хеврон, и разослал Абисолом лазутчиков во все колено Израилевы, сказав, когда вы услышите звук трубы, то говорите, Абисолом воцарился в Хевроне. Почему Абисолом избирает Хеврон? Потому что Хеврон это славный город, славное место, где была пещера Махпела, сами истоки еврейского народа, и в этой пещере покоились патриархи Авраам, Исаак, Яков со своими женами. И мы знаем, что представители мира политики любят заигрывать с религий, с религиозными святынями, спекулировать на них, особенно в период предвыборного обострения, иначе не скажешь. Они сфотографируются на фоне храмов, они любят сфотографироваться, показываться на телеэкране рядом со священнослужителями, они выглядят такими заботливыми и внимательными, как будто бы интересы религии для них превыше всего. Но потом никого из них мы в храмах не видим, в лучшем случае кто-то мелькнет на Рождество или на Пасху. И забавно бывает видеть, когда такие представители власти стоят в храме, а свечку держат в правой руке, не понимая, что свечку надо держать в левой руке, а правой рукой надо креститься. А единственный предмет, который держит свечку, а сам не крестится, это подсвечник. Иногда такие люди, они выполняют роль каких-то одушевленных подсвечников. И вот Авесолом избирает это особое место, славное место, чтобы оттуда начать мятеж против своего отца. И Антихрист начнет мятеж против Церкви Божьей из Иерусалима, из святого города, с того, что начнет там восстанавливать храм, потом сядет в этом храме, выдавая себя за Бога и требуя себе божественных почестей. Итак, Авесолом разослал лазутчиков во все колена Израилевы, сказав, когда вы услышите звук трубы, то говорите, Авесолом воцарился в Хевроне. Авесолом пошли из Иерусалима 200 человек, которые были приглашены им, и пошли по простоте своей, не зная, в чем дело. Вот такое тоже очень часто бывает, что люди подчиняются инстинктам толпы, и по простоте идут со всеми, даже не понимая, а в чем, собственно говоря, дело. Поэтому пути христианина это узкая тропа, и нам надо удаляться от коллективных грехов наших современников. А их путь это широкий пространный путь, многие идут по нему, даже не понимая, что к чему, зачем, а конец такого пути бывает плач и скрежет зубов в аду. А для многих этот плач и скрежет зубов начинается уже в этой жизни, когда разочарование приходит, но поздно, и они понимают, зачем же мы себя так повели. И пошли по простоте своей, не зная, в чем дело. во время жертвоприношения Авесолом послал и призвал Ахитофела, гелониянина, советника Давидова из его города Гело, и составился сильный заговор, и народ стекался и умножался около Авесолома, и пришел вестник к Давиду и сказал, сердце израильтян уклонилось на сторону Авесолома, и сказал Давид, всем слугам своим, которые были при нем в Иерусалиме, встаньте, убежим, ибо не будет нам спасения от Авесолома, спешите, чтобы нам уйти, чтобы он не застиг и не захватил нас, и не навел на нас беды, и не истребил города мечом. Итак, мы уже выделили момент триумфа Давида, это внесение Ковчега Завета в Иерусалим, обозначили начало его падения, это блудеяние с Версавией, а вот сейчас мы будем наблюдать самые тяжелые моменты в жизни царя Давида, он покидает Иерусалим, спасаясь бегством, он покидает этот город Божий, или как иначе он назывался город Давидов, и город Давидов остается без Давида. И сказали слуги царские царю во всем как угодно господину нашему царю мы рабы твои и вышел царь и весь дом его за ним пешком оставил же царь десять жен наложниц своих для хранения дома. То есть у него еще сохраняется надежда, что Авесолом устыдится жен отца и будет вести себя разумно. И вышел царь и весь народ пешие и остановились у Беф Мерхата и все слуги его шли по сторонам его и все халефеи и все фалефеи и все гефяне до шестисот человек пришедшие вместе с ним из Гефа шли впереди царя. Вот такая огромная толпа. как бы исход из святого города в неизвестность. И сказал царь Эфею Гефеянину «Зачем ты идешь с нами? Возвратись и оставайся с тем царем». То есть с Авесоломом, если он поцарится. «Ибо ты чужеземец и пришел сюда из своего места. Вчера ты пришел, а сегодня я заставлю тебя идти с нами, я иду куда случится, возвратись и возврати братьев своих собою, да сотворит Господь милость и истину с тобой». И отвечал Ефей царю и сказал «Жив Господь и доживет господин мой царь, где бы не был господин мой царь, в жизни ли, в смерти там будет и раб твой». Таким своим отношением этот иноземец, он постыжает самих евреев, часть которых убежали уже к Весолому, а этот сохраняет преданность царю Давиду. И в русской истории тоже было много иноземцев при императорских дворах, которые воевали, отстаивая интересы России, гибли на полях сражения, совершали великие подвиги во имя России, научные открытия. И сказал Давид Ефею «Итак, иди и ходи со мною». И пошел Ефей Гефианин и все люди его, и все дети бывшие с ним. То есть чужеземец оказался в этой ситуации более близок, чем свои. «И плакала вся земля громким голосом, и весь народ переходил, что значит переходил, то есть они с места на место, они не определились еще до конца все, и весь народ переходил, и царь перешел поток кедрона, и пошел весь народ и царь по дороге к пустыне». Большая часть жителей Иерусалима идут за Давидом, но уже вокруг Авиасолома тоже собралась значительная часть. Гражданская война – это самое страшное, что может произойти с любым народом. Сам Христос говорит, если царство разделится само в себе, оно не устоит. К сожалению, после Гражданской войны в первую половину XX века на нашей русской земле не было национального примирения. Например, когда была Гражданская война в Испании, то генерал Франко обеспечил национальное примирение. И когда ставили памятник жертвам Гражданской войны в Испании, это был памятник и тем, которые были сторонниками Франко и тем, которые были его противниками. И далее мы читаем «Вот и Садок священник, и все левиты с ним несли ковчег завета Божия из Вифары и поставили ковчег Божий, Авиафар же стоял на возвышении, доколе весь народ не вышел из города». То есть из города выносят святыни и Авиафар созерцает этот массовый исход из Иерусалима. «И сказал царь Садоку «Возврати ковчег Божий в город и пусть он стоит на своем месте если я обрету милость предачами Господа то он Господь возвратит меня и даст мне видеть его и жилище его а если он скажет так нет моего благоволения к тебе то вот я пусть говорит со мною что ему Господу благоугодно и сказал царь Садоку священнику видишь ли возвратишься в город с миром и Ахимас сын твой и Инофан сын Авиафара оба сына ваши с вами видите ли я помедлю на равнине в пустыне доколе не придет известие от вас ко мне и возвратили Садок и Авиафар ковчег Божий в Иерусалим и остались там то есть они будут выполнять роль разведчиков Давида и информировать его о той ситуации которая в Иерусалиме 30 стих а Давид пошел на гору Илеонскую шел и плакал голова у него была покрыта он шел босой и все люди бывшие с ним покрыли каждую голову свою шли и плакали вот такой печальный исход Давида из святого города Иерусалима Кирилл Иерусалимский в огласительном слове пишет И после восстания Авесолома когда у него было много путей для бегства Давид предпочел бежать через Масленичную гору как бы мысленно призывая Искупителя имеется ввиду Христос Который вознесется с нее на небо Христос и вознесся с Масленичной горы Но почему так пишет Кирилл Иерусалимский Ведь Христос еще не родился Христос родится через тысячи лет Но Давид то пророк И он предвидит уже это Убегать через гору это подняться на гору потом спуститься вниз это вообще-то не очень удобно Но Давид действует как пророк Ведь тот который вознесется с этой горы он так же и вернется на эту гору И Давид исходит из Иерусалима через Иллионскую гору в надежде вернуться в Иерусалим таким же образом И после восстания Абиссалома когда у него было много путей для бегства Давид предпочел бежать через Масленинчную гору как бы мысленно призывая Искупителя который вознесется с нее на небо и когда его злобно проклинал Самей это во время исхода он Давид говорил оставьте его ибо знал он что отпускающему грехи отпустятся то есть тот кто сам прощает будет прощен итак братья видя многие примеры согрешивших и покаявшихся и спасенных и сами ревностно исповедуйтесь Господу чтобы чтобы и прощение получить вам за прошлые грехи и дара небесного достоиться и наследовать Царство Небесное вместе со всеми святыми во Христе Иисусе которому слава во веки веков аминь и следующее объяснение Селивана Пресвитера это его трактат о правлении Бога он пишет По слову Божьему с этого времени началась череда несчастье Отец то есть Давид долго страдал из-за коварства своего сына то есть Авесолома Должно ли к ней добавить из зрелища бегства Давида это такое было бегство что столь великий царь имевший величайшую славу и почитавшийся более любого другого царя во всем мире бежал от своего народа с немногочисленными слугами в сравнении с недавним положением он теперь был действительно беден в сравнении с обычной свитой он действительно был одинок он бежал в страхе немилости и печали он шел и плакал голова у него была покрыта он шел босой говорит писание он был свидетелем своего прежнего положения изгнанником прежнего себя почти был тем кто живет после собственной смерти он сброшен был так низко что претерпел унижение своих слуг это тяжело или даже их жалость что еще тяжелее сива кормил его а семей не страшился прилюдно злословить его это то о чем будем читать далее он настолько изменился судом божьим что тот кого некогда боялся весь мир Давид мог теперь в лицо быть обижен даже врагом одиночкой действительно то что происходит это очень печально выглядит и далее мы читаем как страдания Давида только усиливаются донесли Давиду и сказали и Ахитофель в числе заговорщиков с Авесоломом и сказал Давид Господи Божий мой разрув совет Ахитофела когда Давид зашел на вершину горы где он поклонялся Богу вот на встречу ему идет Хусей архитянин друг Давидов одежда на нем была разодрана и прах на голове его действительно друзья познаются в беде и сказал ему Давид если ты пойдешь со мною то будешь мне в тягость но если возвратишься в город и скажешь Авесолому царь прошли мимо братья твои и царь отец твой прошел и ныне я раб твой оставь меня в живых доселе я был рабом отца твоего а теперь я твой раб то ты расторгнешь для меня совет Ахитофела Давид понимает что Ахитофел который перешел на сторону Авесолома это опасность а вот этот Хусей он будет все время спорить с Ахитофелом и далее Давид говорит что он будет не одинок вот там с тобою Садок и Авиафар Авиафар священники и всякое слово какое услышишь из дома царя пересказывай Садоку и Авиафару священником а они будут доносить Давиду там с ними и два сына их Ахимас сын Садока и Авиафар сын Авиафара через них посылайте ко мне всякое известие какое услышите то есть они будут доносить всю информацию и пришел Хусей друг Давидов в город а Весолом же вступал тогда в Иерусалим вот нечто подобное будет происходить когда Антихрист захватит Иерусалим православные будут покидать город с одной стороны уносить святыни а с другой стороны Антихрист его войска они будут входить в этот город для того чтобы захватить власть над этим городом итак сегодня мы читали пятнадцатую главу второй книги царств если мы будем живы Господь позволит то в следующий раз мы будем изучать шестнадцатую главу этой книги в следующий раз